Уважаемые коллеги, мы начинаем торжественную церемонию награждения субъектов-лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2023 года. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Шакерзяновичу Хуснулину. Добрый день, дорогие друзья. По предварительным данным, 2023 год станет для дорожной отрасли одним из самых знаковых. Мы поставили задачу отремонтировать не меньше 180 миллионов квадратных метров дорожного полотна. И вот по предварительным итогам мы уверенно идем к этой цели. Значит, также мы планируем отремонтировать в километрах 30 тысяч дорог. И я здесь хочу сказать, что вот слаженная работа губернаторов федерального центра, она привела к тому, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» является самым узнаваемым и самым хорошо воспринимаемым населением нашей страны. У нас уже сложилась очень хорошая традиция, что мы подводим вот так на день транспортника, подводим итоги. У нас есть уже лидеры, которые с года в год улучшают свои показатели, есть те, кто подтягиваются к этому показателю. И вот сегодня мы, значит, вручаем очередные, подводим итоги, вручаем дипломы, наши традиционные катки автодорожные, значит, вручаем лидерам нашей отрасли дорожной. Я хочу отметить, что у нас вот уже постоянно с успехом выступает и Белгородская область, Самарская область, Чеченская республика, ряд других регионов, которые уже не первый раз получают эти катки. Формирование комфортной и безопасной городской среды, а также развитие агломерации в связке с федеральным проектом – это ключевые задачи строительного комплекса. И президент нам не раз ставил задачу каждый год увеличивать объемы работ, давали нам опережающее финансирование. Сегодня, кстати, у нас принят бюджет во втором чтении, и хочу сказать, что несмотря на все определенные сложности, у нас дорожная отрасль сохранила объем запланированных ресурсов. То это говорит о том, что и следующий год у дорожников будет работа, а самое главное – у наших людей быстрее появятся новые качественные дороги. Коллеги, благодарю всех за эту работу, давайте приступим к церемонии награждения. Спасибо, Марат Шакерзянович. Право вручения памятных дипломов и традиционных катков предоставляется куратору национального проекта, заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Шакерзяновичу Хуснулину. За достижение наилучших показателей в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2023 года награждаются Команда Архангельской области. Диплом и награда вручаются заместителю председателя правительства Дмитрию Васильевичу Рожину. Команда Республики Карелия. Диплом и награда вручаются первому заместителю главы, председателю правительства Александру Евгеньевичу Чепику. Команда Курганской области. Диплом и награда вручаются заместителю губернатора Константину Николаевичу Малышеву. Тоже хочу прокомментировать. Вот Курганская область, она у нас всегда была одной из таких дотационных, ну и, скажем, не самых динамично развивающихся. Вот с приходом нового губернатора просто прорыв в работе во всем и в том числе по дорогам. Мы видим, насколько произошло улучшение. Спасибо вам за вашу работу. Молодцы. Команда Саратовской области. Диплом и награда вручаются министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Вячеславовичу Питаеву. Хочу отметить, что в Саратовской области исторически много не отремонтированных дорог было, но вот за последние прямо годы идет прорыв. И я надеюсь, вот этот набранный хороший темп по безопасным качественным дорогам, по приведению региональной муниципальной сети вы будете поддерживать. Хороший результат. Спасибо за работу. Спасибо большое. Команда Тамбовской области. Диплом и награда вручаются заместителю губернатора Евгению Владимировичу Зименко. Значит, то... Тоже хочу отметить, что новый губернатор очень активно к работе подключился, но для нас через Тамбовскую область еще важен коридор север-юг, который идет на Дагестан, поэтому держите на контроль, там есть ряд региональных дорог, которых нужно в следующем году обязательно расширить и привести в порядок. Спасибо. Команда Чеченской республики. Диплом и награда вручаются первому заместителю председателя правительства, министру автомобильных дорог республики Исе Абубакаровичу Тумхаджиеву. Значит, очень активно идет строительство в регионе. Хочу отметить, что и по дорожному строительству, и по жилищному строительству Чеченская республика вышла в уверенный лидер. Молодцы, спасибо за работу. Команда Хабаровского края. Диплом вручается губернатору Михаилу Владимировичу Дегтяреву. Михаил Владимирович имеет одну из самых распространенных сеть дорожных, да. В не самом хорошем ему состоянии все это досталось. В той концессии, про которую я говорил, это не им сделана концессия. Но он героически борется. И вот смотрю, в этом году просто сделал рекордный объем дорог. Спасибо за работу. Молодцы. За эффективное информационное сопровождение награждаются команда Ростовской области. Диплом вручается губернатору Василию Юрьевичу Голубеву. Василий Юрьевич у нас опытнейший губернатор, опытнейший. И дорожное строительство в Ростовской области просто идет невероятными темпами. И тяжелейшую нагрузку взял на себя с началом СВО. Тяжелейшую нагрузку. И М4, и все прилегающие дороги, все пункты перехода на новые территории. Вот сейчас реализуется прекрасный проект. Это кольцо вокруг Ростова. Я надеюсь, что совместному усилию Василиевичу мы обязательно этот проект дожмем до конца. Спасибо вам за работу, вам и вашей команде. Команда Самарской области. Диплом вручается губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову. Я буквально хочу сказать несколько слов. Вот у нас в Самарской области вообще стройка идет хорошо. Кто бы что ни говорил. И дорожное строительство, и жилищное строительство в высоком уровне. Но мост через Волгу, если бы не личное участие губернатора, тяжелый консессионный проект. Вот все источники собрали. И региональные, и федеральные, и облигации, и кредиты. Благодаря этому мост будет построен. Красивый мост. Вот мы сегодня марки сейчас гасили. Я думаю, что в следующем году будем настаивать и будем просить, чтобы мост через Волгу в числе почтовых марок нашей страны попал. Это прекрасный шедевр автотранспортного строительства. И думаю, что в следующем году мы его завершим. Вам спасибо за работу. За высокие показатели качества реализации объектов награждается команда Республики Бурятия. Диплом вручается главе Республики Алексею Самбуевичу Циденову. Я пользуюсь случаем, хочу сказать Алексею Самбуевичу лично спасибо и всей его команде. Кроме того, что он прекрасно занимается дорогами, это тоже часть дороги по Бурятии, это часть коридора Запад-Восток, трасса России. Но он еще у нас представитель комиссии Госсовета по транспорту. Многие решения, которые в стране приняты в поддержку транспортной отрасли, были разработаны и приняты, подготовлены именно на комиссии. Алексей Самбуевич, вам за это отдельное спасибо. Это большая вам нагрузка дополнительная к работе губернатора. Спасибо. Желаем командам... Сейчас, секунду, уважаемые коллеги, я к своим коллегам, к губернаторам отношусь. Но согласитесь, что командная, штабная работа, которую ведет Мараш Кизенович, ну всех нас держит в тонусе. Мараш Кизенович, вот без вашей штабной работы, ни в жилищном строительстве, ни в дорогах, ну честно, вот таких бы показателей не было. Мы, конечно, все там молодцы, но молодцы, когда нас вот так держат. Спасибо. Желаем командам национального проекта «Безопасные и качественные дороги» успехов в следующем дорожном сезоне. Ну а сегодня отмечает свой юбилей президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Росасфальт» настоящий дорожник и, конечно же, профессионал своего дела, посвятивший жизнь отрасли Николай Викторович Быстров. Приглашаем вас для вручения памятного подарка. Николай Викторович, от всей души поздравляем вас с 70-летием. Спасибо. Ну и я... Ну а я хочу сказать, что у нас в стране вообще кадры в дорожной отрасли и в транспорте всегда были сильные. Надеюсь, что сейчас вот с тем мощным импульсом финансово-организационным, который у нас есть, кадры будут только укрепляться. Вам спасибо огромное за вашу работу, за вот преданность делу. И дай бог еще здоровья, долгих лет жизни и продолжения работы. Спасибо. Ну, коллеги, и вот заканчивая церемонию награждения, еще раз хочу сказать всем огромное спасибо. У нас в этом году уже, безусловно, явный успех и в дорогах, и в жилищном строительстве. Мы уже видим 104 миллиона квадратных метров. Значит, за это командам губернаторов спасибо. Всем, кто работает. По дорожному строительству, по транспорту хочу отдельно отметить работу Новикова. Значит, Роман Витальевич, он очень активно занимается из регионов. Не вылазит в командировках. Меморандумы все подписал, выверил. И все это координирует. Конечно, у нас сегодня вот Петушенки, Сан Петрович, я знаю, здесь нет. Компания Автодор тоже очень активно работает. И я уже сказал, что у нас впереди, коллеги, надо заниматься привлечением и вне бюджетных источников. Только за счет бюджета мы не сможем дорожную сеть так активно поддерживать. Поэтому всем огромное спасибо. Всех с наступающим праздником. Спасибо вам всем за работу. Спасибо.